всем привет сегодня у нас сегодня у нас какой там 12 февраля тема on the control наконец-то добились мы прогресса жесткого теперь у нас есть нить аккаунтность рассказывает про программу микрофон включи слева звука пока нет этим отлично здравствуйте уважаемые продавцы amazon меня зовут михаил мухин или с одним из двух основателей и control сервис анализа прибыльности для продавцов amazon собственно говоря сегодня я постараюсь вкратце мы договорились буквально минут на 15-20 сделаю обзор нашего сервиса его функционала и у вас дальше будет возможность в чате в комментариях в фейсбуке или зуме задавать вопросы на которые я с удовольствием отвечу и надеюсь вам будет полезно собственно говоря начнем с сайта с нашего лендинга на который вы можете попасть перейдя по ссылке которая будет в комментариях от дениса все кто попадет по этой ссылке перейдет на сайт вместо обычного одного бесплатного месяца получит два бесплатных месяца в течение которых вы сможете общаться с нашим спортом как по имейлу так и в принципе получить персональную демонстрацию от наших менеджеров и принять для себя решение за эти два месяца нужен вам этот софт или нет а вернее как я надеюсь понять что он вам нужен собственно говоря для тех кто еще не определился для кого сегодняшняя демонстрация будет недостаточно может зайти на сайт нажать на демо и собственно говоря попасть с помощью одного клика в демонстрационную версию нашего софта с помощью этой демонстрационной версии я сегодня и буду вещать значит что мы видим мы видим перед собой системы в шапке на который вы можете всегда написать когда пользуетесь дальше здесь вы видите время и тисе в данном случае демонстрационный аккаунт настроен по берлину здесь вы видите демо аккаунт в случае если у вас мульти аккаунтинг то есть у вас подключен второй или третий аккаунт здесь появится вот такой вот треугольничек на который можно будет нажать и у вас выпадет список потом вы сможете выбрать один из двух аккаунтов и оповещение собственно оповещение у нас сейчас формирует нас о том какие действия нам нужно осуществить и какие проблемы у нас есть со стопом со старом когда мы поговорим с вами о меню склад я подробнее поговорю о по оповещениях дальше мы видим меню слева дэшборд это непосредственно часть максимальной информативной информативной с которой вы будете работать большую часть времени она представляет из себя основные цифры о которых я скажу несколько позже дальше у нас есть меню товары продукты здесь находятся все ваши продукты а также значит возможности продукты с возможностью занести информацию по каждому из них как я расскажу дальше расходы это раздел который позволяет нам вводить косвенные расходы склад менеджмент возможность управлять вашим складом экспорт это собственно говоря возможность если вам мало текущей аналитики вы хотите сами покрутить цифры в excel и сделать сводные таблицы то вы можете вот в одном из следующих видов за выбранный период себе в excel и там крутить как хотите свои цифры дальше а вы видите рассылку собственно говоря ближайший месяц мы запустим под рассылкой мы понимаем и мейлер то есть автореспондер по-разному называют в общем автореспондер ближайший месяц мы его запустим и за те же деньги то есть которые вы платите за наш профит инвентарь менеджмент вы получите рассылку а также в ближайшие два месяца мы запустим кейворд трекинг то есть никакой дополнительный функционал дополнительных денег стоит не будет настройки собственно здесь есть основные основные настройки вашего аккаунта общие относящиеся к аккаунту mc control и отдельно настройки связаны с аккаунтов то есть вот в этой области у вас будут перечисленные аккаунты случае если мы их будем добавлять все это собственно говоря общий обзор а теперь давайте немножко уйдем в детали и так дешборд на дешборде мы видим несколько отображений во первых у нас есть возможность отображать данные виде так называемых плаш 1 2 3 4 на любую из плашек можно нажать и тогда нижняя таблица товаров обновиться в соответствии с на этой плашке на плашке отображаются основные данные которые вам нужны по ходу использования по ходу анализа ситуации с вашим аккаунтом сразу надо отметить что наша программа адаптирована работу на мобильных устройствах вы можете зайти в браузер и в браузере соответственно вы увидите вот такую вот картину вот если мы сейчас симулируем браузер то вот у вас в браузере ну здесь у нас почти такая картина общем браузере на мобильном устройстве у вас все это дело уменьшится и будет адаптирована непосредственно под работа на мобильном устройстве что достаточно удобно так вот возвращаясь к обзору самого дэшборда основные цифры балловые продажи заказы количество пробных единиц возвраты на любой параметр если вам не понятно что он значит можно навести и у вас выскочит вот такая вот подсказка соответственно вы сможете понять как именно он считается вот такие основные параметры если вам их мало то вы нажимаете больше и видите за данный период гораздо больше информации да также можете увидеть расшифровку например валовые продажи органические реклама также вы можете увидеть проданы единицы органические и по рекламе промо сумма скидок на доставку и товары в общем не буду рассказывать каждый параметр общий смысл понятен да хочу уделить здесь внимание нескольким моментом вот что нажать на вот эту кнопочку больше вы можете как папашки в целом то есть и того за данный период за день вы видите ваши расшифровку параметра в том числе чистую прибыль и ваша маржу также вы можете нажать кнопочку больше по любому из ваших товаров например выбираете день за сегодня вот у меня итоговые параметры я хочу понять по black black gift box какая у меня ситуация я нажимаю больше и здесь вижу всю информацию если мне и этого мало я могу нажать на вот этот треугольничек и зайти глубже и увидеть здесь информацию а дальше сейчас готовится функционал когда вы сможете если вы видите например какой-то из видов удержаний и хотите понять какими заказами и по каким датам был сформирован данный вид удержания у вас будет возможность два раза кликнуть вот сейчас он выделяется а когда мы сделаем доработку ближайшие несколько недель вы сможете два раза нажать и у вас откроется расшифровка по заказам то есть представьте вы сможете от общих цифр перейти к товару перейти к конкретному виду удержания по товаров и выйти на конкретный список заказов которые формируют конкретность конкретный удержание по конкретному товары по моему фантастика долго работаю в бухгалтерии вернее много лет 18 лет автоматизирую бухгалтерский учет вот поэтому фанатею таких вещей надеюсь вы тоже обратим внимание что здесь у нас есть фильтр то есть если вас не устраивают периоды например сегодня вчера текущий месяц здесь есть некий другие предустановленные периоды если вас не устраивают наши предустановленные периоды пожалуйста вы можете выбрать произвольный да и за него посмотреть также можете выбрать какие-то товары в качестве отбора или магазин следующий вид отображения не менее интересный это конечно же собственно говоря график что нужно сказать нижняя часть товара никак не меняется роль плашек играют вот эти столбик если вы можете нажимать на столбик обратите внимание да столбик это период вот и соответственно это аналог плашек на предыдущей закладки и у вас меняются внизу товары а справа меняется прошивок более того вы можете настраивать как предопределенный например обзор аккаунта у нас включает вот следующие четыре параметра график вот они здесь изображены вы можете выбрать другой параметр пожалуйста он подображается вы можете выбрать треть а если вам этого мало вы можете подключать неограниченное количество параметров и сделать какой-нибудь вот такой монстроидальный себе график какой вы захотите да да идем дальше или собственно говоря своего рода пендель profit and loss то есть здесь вы видите все абсолютно ваши удержания то есть во первых доходы да вот они валовые продажи и все 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 удержания вот он просит вот он лосс вот она ваша чистая прибыль по месяцам вам мало по месяцам выберите другой период сделать и 12 месяцев по месяцам сделать и три месяца понедельным сделать и 30 дней по дням а если вам этого мало выберите произвольный период задайте произвольный период и выберите периодичность в этом период. Вы можете настраивать данные, как вы хотите. Собственно говоря, чтобы далеко не уходить, может быть, мы будем делать это следующим образом. Я заканчиваю с одной закладкой, и мы задаем вопросы, связанные с этим, потому что иначе информации достаточно много. Денис, что скажешь? Да ну можно, на самом деле. Давай посмотрим, будут вопросы. Если ребята… Посмотри, пожалуйста. Есть ли какие-то вопросы уже? Если есть, я на них отвечу. Да, кто может голосом задавать и сразу. Я немножко просто сразу внесу ясность. Некоторые моменты, что может быть тогда меньше вопросов будет. Первое. Есть, вот я еще до этого говорил, есть несколько программ, которыми я пользуюсь постоянно, на разных этапах. Вот если у вас есть больше одного товара, если они оба продаются нормально, такого рода программы просто необходимы. Не важно, вы загнанный по бухгалтерии или не загнанный. Там очень полезная информация для того, чтобы очень быстро на нее реагировать. То есть, есть точные продажи каждого товара, есть точные возвраты, есть примерные затраты по PPC, порядок цифр. То есть, понятно, что если 50, то 50 – это не 500. Понятно, что Amazon притормаживает нам все репорты. То есть, эта программа просто, вот на данный момент у меня, я смотрю, наверное, одна из самых-самых популярных. То есть, чем я сейчас пользуюсь. Постепенно, когда есть уже стабильные продажи, мы этими инструментами очень-очень, ну, мне они очень помогают. То есть, во взывании я пользуюсь только трекером. Вот только трекером, вот сколько он у меня уже там год я с ним работаю, ну, не нужно мне основное все остальное, ну, неудобно мне. Мне вот трекер. Здесь вот мне дашборда хватает с головой получить, я не знаю, 80% информации, которую я быстро перебираю. Так, у меня на данный момент там несколько товаров, то есть, будет там десяток товаров, это будет просто незаменимая вещь, потому что какие-то будут удачные товары, которые будут убытки приносить. То есть, можно карты посмотреть. И по бухгалтерии, конечно, по подсчету прибыли, для кого это важно, это вообще офигенная вещь. Были у меня несколько программ иностранных, у нас многие любят, если за бугром сделали, значит, лучше. На самом деле, это не так абсолютно. Вот. Кому что нравится, я вот этой программой пользуюсь очень доволен. Так, значит... Вынужден отметить, что мы немножечко за бугром, потому что у нас немецкое предприятие... Не принципиально, на самом деле, нет. А, ну вот, если да, кому-нибудь, кому имеет значение, да, ребята, Германия. Кто хочет за бугром, мы за бугром. Кто хочет на русском, мы единственный софт из тех, кто анализирует прибыль, который переведен на русский язык. Так что тоже очень... Алена спрашивает, если бы еще было на кого смотреть, но у нас сегодня обзорная, из-за этого трафик не хотим сжечь, хотим, чтобы лучше была связь и голос. Возможно, я ссылку скину, чтобы можно было параллельно изучать. Я ссылку скинул, думаю, что было бы полезно сделать еще один вебинар, примерно через пару в первый день, тогда точно появится конструктивный вопрос. Это однозначно мы сделаем. Всегда так делаем. В принципе, эта программа давно уже тестируется. Вот. Многие ее знают. Сейчас мы как раз... Вот такой переломный момент пришел, когда уже, в принципе, надо камни собирать. И здесь как раз ситуация такая, что вот пришел вот эта мультиаккаунтность, именно заточена уже на профессиональных больших продавцов, которым не хватало вот этих всех вещей. Вот. Так что так. Сейчас я еще смотрю, что тут. Если по дешборду вопросов нет, двигаюсь дальше. С чего нужно начать работу в этой программе после того, как вы зарегистрировались? Чтобы всю эту красоту видеть, чтобы все это считалось, на самом деле, нужно сделать всего лишь две вещи, да, кроме того, что вам нужно пройти регистрацию, да, вам нужно сделать две вещи. Первое. Вы заходите в раздел «Товары» и по каждому товару расставляете себестоимость. Так как это демо-аккаунт, здесь, собственно говоря, себестоимость недоступна, я не могу ее редактировать, но смысл понятен. Причем себестоимость вы можете задать в двух видах. Первое. Когда вы не хотите париться и вам, в принципе, нужны усередневные цифры, вот как говорит Денис, вы не сильно по этому поводу заморачиваетесь, вы можете вбить среднюю себестоимость по товару, поставить, что период вечно, то есть, вечно будет вот такая себестоимость, да. Важно только учесть момент, если вы потом ее меняете, то у вас пересчитается вся, вся прибыль за предыдущие периоды. То есть, у вас периодичности не будет. То есть, например, если у вас, если у вас себестоимость 3, да, вы 3 месяца видите прибыль, потом вы ставите ее 3,5, прибыль за предыдущие 3 месяца также изменится. Поэтому, если вы хотите более аккуратный учет, выберите, пожалуйста, по периодам, когда себестоимость у вас превратится вот в такую ссылочку, вы на нее нажмете, и у вас будет возможность забить себестоимость вот так вот по периодам. То есть, вы указываете, что вот такое это число, у вас себестоимость формируется из статиста, статей затрат, то есть, да, производство, шиппинг, там, фи, клиренс, инспекшн, и вот у вас получилась себестоимость 3,16. Потом с 1.08 вы завезли новую партию, она стоит 3,16. Таким образом, вы аккуратненько забиваете себестоимость, и учет у вас становится гораздо красивее. Дальше. Также на этой странице, кроме того, что вы забиваете себестоимость, в принципе, вам больше ничего не нужно, у вас уже заработал дэшборд. То есть, вы забили себестоимость по товарам, и уже можете пользоваться дэшбордом. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, кроме там вспомогательной маржи, которая вам тут не калькулятор считается, да, после поставления себестоимости, кроме параметра по управлению стопом, вам нужно соответствовать непосредственно расходы. Что такое расходы? Расходы, это ваши косвенные расходы, непрямые, да, то есть, есть, например, себестоимость товара, да, а есть косвенные расходы по всей вашей компании, например, сделали вы, есть у вас вклад, например, преп-центр, да, или там, есть у вас виртуальный ассистент, да, то есть, это расходы, которые вы относите на предприятие в целом. То есть, собственно говоря, это расходы, уменьшающие вашу валовую прибыль, и вы получаете чистую, чистую прибыль. Тоже надо отметить, что расходы могут быть как ежемесячные, так и разовые. То есть, разовый расход, понятно, один раз отмусили, ежели вы поставили, ежемесячные, так вот, если вы поставили ежемесячные расходы, то далее этот расход будет повторяться из месяца в месяц автоматически, и париться вам по этому поводу не нужно. Собственно, наверное, по товарам и расходам все. Есть ли какие-то, Денис, вопросы? Сейчас посмотрим. Слышно меня, ребят? Да, отлично слышно. У меня вопрос, а онлайн можно как бы ввести расходы, которые появляются? То есть, я понимаю, есть какие-то более-менее константы расходы, а вот те, которые поточные. Их можно наносить? Вы, собственно говоря, выбираете вид расхода разовый, это и есть поточный у вас. Вы потратили, тут же зашли, тут же убили, просто как разовый расход и все. То есть, условно, каждый день нужно обвести этот учет? Ну, условно, если вы хотите видеть адекватную прибыль, то желательно это вбивать каждый день, да? Если вы хотите видеть чистую прибыль. Но если вам, блин, тоже ничего страшного, если вы там вобьете все расходы, общие суммы в конце месяца, то есть, тогда у вас там по дням будет чисто валовая прибыль, чистые прибыли не будут за месяц, у вас все равно будет чистая прибыль. То есть, это вы уже решаете для себя, насколько вы хотите заморачиваться с вводом данных. Там более педантичные ребята будут вводить по дням ежедневно. Менее педантичные просто общие суммы бахнут в конце месяца. Еще менее педантичные не будут заполнять эту закладку, им будет достаточно валовой прибыли. Да, короче, значит, он очень такой тонкий инструмент, то есть, очень удобно подстраиваться. То есть, каждому спрос, единственное, вот эти вот моменты, все зависит от нас. То есть, что мы хотим, на какой стадии мы находимся. Если у нас уже серьезный бизнес, нам, естественно, надо серьезно все учитывать. Если у нас один товар, говорите, говорите. Да, да, да. Например, также в расходах вы можете вводить только после. Недавно мы добавили вот такую колоночку, то есть, есть, например, у вас косвенные расходы, которые вы сами, то есть, не Amazon, их вас удерживает, а вы сами. Например, фотошутинг, да, то есть, фотосессия. И вы знаете, что вы делали фотосессию не просто всех ваших товаров, да, а вы делали фотосессию конкретного товара. Тогда, когда вы занесете здесь расход, вы выберете конкретный товар и в дешборде у вас данный расход попадет не в целом в итоге, а попадет конкретно вот сюда, в расходы по конкретному товару. От детализации, детализация вашей настройки. Вы должны понять, что вам достаточно написать на support.sobaka.mzcontrol.com и наш специалист выделит время вам в Skype 20 минут, лично вам, и с учетом вашей специфики ответит, поможет настроить, поможет, посоветует. Потому что все наши специалисты, работающие на ступорте, это люди с бухгалтерским образованием. Поэтому они вам как специалисты подскажут, как вам правильно организовать ваш управленческий учет, а по сути это управленческий учет, который вы здесь организуете. А сколько времени будет храниться и где хранится файлик наш? Ну смотрите, база данных у нас хранится на немецких серверах в немецком дата-центре. В момент, когда вы регистрируетесь, мы скачиваем данные с 1 января 2017 года по сегодняшний день, то есть по момент регистрации. Есть случаи, когда обычно этого хватает большинству людей, а мы экономим место в базе данных. Если кому-то нужно, по запросу, пока это бесплатно, мы можем скачать вам данные хоть за весь период вашей гидфисты. То есть, в системе экспортировать пока нельзя, то есть только по запросу? Уточните, экспортировать из системы в ваш Excel вы хотите? Нет, ну вообще, экспортировать, да, допустим, в Excel, перевести за весь период информацию, то есть это пока только по запросу, это не базовая функция. Нет, 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 я другое имел в виду. Смотрите, когда вы регистрируетесь в программе, регистрируетесь, мы из Адона скачиваем ваши данные в базу данных, да, за определенный период. Вот по запросу вы можете увеличивать этот период. А если вы хотите экспортировать данные, есть отдельное меню экспорта, о котором я сейчас расскажу, где вы без никакого запроса спокойненько ручками экспортируете. Все понятно, спасибо. Вот, есть вопрос. Да, да. Если возможно считать отдельно FBA и FBM, или вообще не считать прибыль по FBM товарам и не включать полностью, исключать оборот по ним из всех уровней PNL? Ну, PNL. На текущий момент мы заточены на, программа заточена на FBA продавцов. Если у вас есть FBM, вам обязательно нужно написать нам на support, и мы вам сообщим точную дату, потому что сейчас данный вопрос находится в разработке, и у нас будет возможность сделать то, о чем вы говорите, в ближайшем будущем. Мы обязательно запишем ваш e-mail, даже если вы не захотите сейчас регистрироваться, мы обязательно вас оповестим, как только это будет готово, и вы сможете бесплатно воспользоваться пробным периодом и посмотреть. На данный момент этого нет, но это уже вот-вот в разработке. Еще вопрос. Сергей спрашивает. По складу метод FIFO или по средней? Да, да, да. Я читаю тоже комменты. Значит, смотрите. Если вы выбираете, напомню, если вы выбираете, значит, себестоимость вечно, да, то, по сути, это аналог средневзвешенный, да, вот, то есть у вас средневзвешенный себестоимость. Если вы говорите о методе FIFO для небухгалтеров, я думаю, что не все, как Сергей понимает, о чем идет речь, я объясню. FIFO – это first input, first output. Это метод списания себестоимости. Такой метод используется при партионном учете. На данный момент партионный учет в программе из-за сложности его, сложности управлять этим учетом, мы пока не подключали. Если будет достаточное количество запросов, мы отобразим этот функционал. Пока, как я уже сказал, мы сделали упрощенный учет. То есть, смотрите, вот это все с чип-партией, да, только одновременно на складе может быть только одна партия. Как вы видите, вот эти периоды не пересекаются, да. Мы это сделали специально для упрощения понимания для большинства юзеров. То есть, вот, вы купили партию, как будто бы до 19-го ее все продали, а потом завезли новую. Понятно всем, что так не происходит, что вы новую партию завозите, ну, как бы немножечко раньше, чем вы продали эту, да. И тогда у вас на складе будет лежать и товар по 3.16, и товар по 3.36. Так, FIFA означает, что тот, который первым на склад зашел, должен быть первым списом. То есть, например, если у меня на складе 2 штуки таких и 3 штуки таких, а я продаю 3 единицы, то у меня спишутся эти 3 единицы не по 3.36, а сначала у меня спишутся 3 по 3.16, и еще одна штучка спишется по 3.36. То есть, first input, first output. Я подробнее рассказывать не буду, потому что у меня ощущение, что, возможно, это нетривиальная штука. Если мы получим достаточное количество запросов на этот функционал, мы сделаем полноценный, не такой усеченный, как сейчас, а полноценный партион. иначе. Та-дам, я закончил. Серьезно? Да. Про FIFA как раз мне особенно название понравилось. Есть FIFA, есть LIFA. Last input, first output. Ну, короче. Я же говорю, я много лет занимаюсь бухгалтерией. Проверку, проверку прошел. Идем дальше. Да, да. Благодаря этому я знаю, что делать не надо. Для большинства, да. Но, если еще раз говорю, будет много запросов. То есть, так или иначе, рано или поздно мы все равно этот партион полноценный засунем. Ну, это уже для гурманов просто. Это уже такие. Когда человек специально нанять такого, который будет это все заносить и разбираться. Или в ады платить, отчитываться там и все вот эти моменты. Конечно, это очень важно. Надо еще понять. Надо еще понять, что это такое. Ну, в общем, вот здесь будет. Будет вечно по периодам и будет еще партион. Вот здесь будет в выпадающем списке. Будет вам полноценный партион. Для всех. Для всех. Мы стараемся делать так программу, что если ты не хочешь геморроиться и заморачиваться, ты можешь этого не делать. Хочешь быть педантом, просто поменяй пару галочек и вот у тебя уже программа гораздо мощнее, серьезнее и дает тебе все возможности. Вот такая сейчас задача. Частично она уже выполнена. И мы идем шаг за шагом к тому, чтобы она выполнена. Слушайте, а меня слышно? Да. А мы же не знаем на самом деле, как Амазон отгружает. То есть он же фактически не будет отгружать все, что мы сначала привезли. Либо и далее следующую партию. У него что-то все смешивается. А на самом деле это не важно. Я больше вам скажу, это смешивается не только у Амазона. Если у вас на складе был бы свой склад, поверьте, вы бы тоже это смешивали. Об этом и речь. Вы это смешиваете, но для своего учета вы считаете виртуально, что как будто бы вы отгрузили сначала те. Да. Так и есть. Так и есть. Я своими бухгалтерами замучился. У меня мозг ломали они все время. Что мы еще привезли новую партию, а та уже продана. Вот это вот все. Да, да, да. Налоги плати вот так вот. Если вы завезли товар подороже, поскольку я же когда-то завез подешевле, то есть сначала вроде как я зарабатываю больше, когда списываю. Ну, это все немножечко философия, на самом деле. Вы правы. Вот. Поэтому вот тут есть нюансы. Есть нюансы бухгалтерские, и мы решили на первых этапах внедрения программы этими нюансами людей не грузить. Дэшборд. Миш, по дэшборду еще тогда вернусь, вопрос задам. Да. Скажи, ордера по рекламе, они же понимают, что подтягиваются на вторые-третьи сутки. Тогда в программе у вас так же это все дело происходит? То, что сегодняшний день я буду смотреть, естественно, я ничего не увижу, надо смотреть, если я хочу более точную информацию по рекламе увидеть, вот ты показывал по ордерам, органические продажи с рекламой, то, соответственно, я должен смотреть где-то три дня назад, четыре дня назад, это более правильно. Идеально вот так. То есть, грубо говоря, используя вот такую выкладку, можно точно сказать, что вот эти плашки уже учитывают рекламу. Точно. Потому что мы замечали, что Amazon собака, уж простите меня, берет еще иногда задним числом что-то поправляет. Да, есть. он тебе данные дал, да? На первый день, иногда на второй. А потом задним числом там четыре дня назад пять. То есть, мы пока замечали дней пять назад. То есть, грубо говоря, еще раз говорю, если вы выставите вот так, то здесь у вас можно смотреть такой без рекламы, текущая ситуация. Вот здесь уже семь дней можно точно сказать, что это уже финальная цифра. по-моему, если клиент вкладывает рекламный баннер, но товар не купил, то он этот клик считает активным в течение недели. Если в течение недели человек купит этот товар, то он засчитается в рекламу. Поэтому он может задним числом изменить. То есть, грубо говоря, он сначала считает, что он купит, а так как он не купил, он сторнирует потом списание этих денег. То есть, отменяет. Да. Или наоборот. Нет, наоборот. Наоборот, он не списывает, пока не купил. Он ждет семь дней, ну окей, да, да. Это отложенный клик. Окей, окей. Хорошо, хорошо. Хочу еще, друзья, обратить, раз мы уже зашли в эту штуку, хочу обратить ваше внимание на нашу гордость, на нашу гордость. То, чего нормально не работает практически нигде. Не хочу говорить нигде, но практически нигде. Это вот возвраты. Обратите внимание, что в некоторых параметрах подробных вы можете нажать на вот эту пимпочку и открыть, да. Так вот, дело в том, что, вот послушайте интересную штуку. Дело в том, что в момент, когда у вас есть информация от Амазона о возврате, у вас есть информация о том, что там одна единица возврата, да, это фактически возврат физически не произошел. Это заявка на возврат. Возврат находится в состоянии пендинг, да. Каким приедет этот товар, непонятно пока еще, да. То есть вы просто знаете, что один из ваших покупателей решил вернуть одну штуку. Вот он так решил. Окей, что делать? Очевидно, что нужно деньги возвращать. Бабки надо возвращать. Это очевидно. Пожалуйста, продакт 9,99. Очевидно, что нужно, значит, комиссию платить Амазону за обработку возврата. Очевидно, да. Но не очевидно, обратите внимание, не очевидно, что делать с себестоимостью товара, которая была списана. То есть в момент, когда вы продаете товар, он же у вас лежит на складе по какой-то себестоимости, той самой, которую вы вбили на странице товара, например, 10 долларов. И в момент, когда вы его продали, эта себестоимость списывается, кидается вам в расходы, вот сюда, в себестоимость. Когда товар возвращается, по идее, эту себестоимость вы должны вернуть на склад. Правильно? То есть вы ее списали 10 и должны 10 вернуть на склад. Но вернуть на склад вы должны только в том случае, если товар sellable. А sellable он или нет, я надеюсь, вы успеваете следить за моей мыслью, а sellable он или нет, вы не знаете на момент, когда он пендинг. То есть на момент, когда клиент заявил, я хочу вернуть тебе товар, хрен его знает, он будет sellable или не будет sellable, неизвестно. Так вот, некоторые наши клиенты говорят, ребята, у меня в основном товары все sellable возвращаются, поэтому, пожалуйста, как только вы узнали о возврате, пожалуйста, верните мне себе стоимость на склад. не надо мне обманывать, возвращать мне себестоимость, показывать мне прибыль больше, чем надо. Не надо. Не надо этого делать. И мы поняли, что в зависимости от специфики товара, у некоторых продавцов товары чаще sellable, а у других чаще unsellable. мы от амазона через день-два узнаем, когда товар приходит на склад, мы автоматически узнаем, он стал sellable или нет, и делаем правильную запись. Но в течение этих дней нам нужно понять, продавец оптимист или пессимист. У нас в настройках есть такая галочка – возвраты не ликвид. То есть если вы ставите эту галочку, это значит, что вы пессимист, что у вас чаще товары поломаны. И вы говорите, ребята, мои товары чаще поломаны. Ставите галочку, и тогда мы знаем, что ваши товары чаще поломаны. И как бы точнее ведем учет, а именно при возврате не возвращаемся без спектра. Если у вас чаще товары не поломаны, вы эту галочку не ставите. Вот. И тогда учет более точный и для одних, и для других. Вы скажете, ну нет уже такого, все равно процентов 70 поломанных, другие нет. У других процентов 70 не поломанных. Так вот, у нас в разработке сейчас находится еще одна функция. Я надеюсь, я вас не устал, я уже заканчиваю про возвраты. Возвраты это большая тема, сложная. Так вот, будет у нас штука, будет называться смарт-возвраты. Смарт-возвраты будут смотреть и отслеживать, какой процент возврат у вас ликвид, а какой не ликвид. Причем по каждому товару свой процент. И в зависимости от этого процента он будет в соответствующую часть себестоимости возвращать или не возвращать на склад. Ну, это уже космос. Вопросы какие есть, потому что я рассказал. Так, вопросы. Ты там комментарии видишь в фейсбуке? Оксана спрашивает, можно вопросы? Сразу дополню, что вот этот момент с возвратами у меня основной был Головниковый с фетчером и с него я перескочил вот на вашу программу. У нас была паунерка с разработчиками 5 часов на эту тему, когда мы это разрабатывали. В общем, это действительно нетривиальная штука. Да, блок возвратов, это на самом деле не простое дело. Конечно, то, что вы этим всем занялись, это круто, молодцы. Да, да вообще, я говорю, я вот со временем скептически достаточно относился. Я тоже на флетчере был, но мне что-то там как-то, не знаю, не понравилось. И потихонечку, вот, параллельно я просто пользовался тем и тем. Вот, но остановился вот на этом. Так, Оксана спрашивает нас. Да, да, да. Ага, я прочитал. Что такое «Beating Bound Convents Fee»? Этого сбора не было около недели и в один день появился и сразу сейчас… Смотрите, может быть, я вас удивлю, друзья, но, естественно, я наизусть ни в коем случае не помню название вот этих всех удержаний. И это далеко не все. То есть, если хотите, у вас есть два способа. Первый – это попытаться нагуглить. Второй – это написать нам на суппорт. И мы погуглим за вас, собственно говоря. Да, потому что, ну, по сути, какие-то мы уже знаем, там, FBA Storage Fit, там, Run Lightning Delfi, ну, понятно, такие ходовые мы знаем. А вот такие вот редкие, я, к сожалению, по памяти не скажу. Поэтому, если хотите, мы с удовольствием вам поможем, пишите нам на суппорт. Даже не обязательно быть нашим клиентом, мы все равно всем поможем. Следующий вопрос. Отдельно FBA и FBM хотелось бы залить смешанный аккаунт. Как по нему вести учет? Оксана, я отвечал немножко выше. Если для вас это важно, обязательно напишите на суппорт, и мы запишем ваш email, и в ближайшие недели, как только мы это внедрим, мы вас оповестим. На данный момент наша программа идеально на 100% работает для FBA-продавцов. Для тех, у кого FBM, нужно чуть-чуть подождать. Так, мой совет – ставить все возвраты в поломанные. Это Sergio Zanetti. А если они не поломанные, то они все равно попадут в дальнейшие продажи. Ну, мы пытались убедить наше сообщество, да. Я хочу сказать, что у нас на данный момент более полутора тысяч зарегистрированных. К сожалению, не все из них платящие. Но, тем не менее, каждый видит ситуацию по-своему, Сергей. Так что, возможно, ваш совет кому-то пригодится. Но кто-то будет точно с вами не согласен. По поводу рассылки уже было, спрашивает Игорь. Да, Игорь, было. Рассылку ожидаем в ближайшем месяце. Движемся. Движемся. Ну, раз уж я в дашборде, тут можно нажать вот на эту штуку и прямо менять себестоимость в дашборде. То есть, если вы, например, лазите в дашборде и видите, что здесь нули, да, это вам такая подсказочка. Ой, видимо, я где-то проглядел, забыл внести. Оп! И прямо здесь вбили. Причем, если у вас выставлено по периодам, то при нажатии у вас откроется большое окошко. Вот. А если вы выставили вечную, будет открываться такое маленькое. Забыл рассказать, то еще вы планируете бестселеранты показывать в ближайшее время. Да, 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 конечно. С выпуском Keyword Tracking здесь обязательно появится параметр BSR. Да, да. Идем дальше. Большой, серьезный кусок – это inventory management. То есть, он работает как для тех, у кого есть prep-склад, так и для тех, у кого prep-склада нет. Как он работает? Собственно говоря, по каждому товару вы забиваете вот эти сроки. Что это за сроки? Это сроки, и вот ставите галочку, есть у вас промежуточный склад или нет. Например, он у вас есть. Это время, сколько этот товар производится у китайцев, или кто вам их производит. Это время, сколько доставляется до промежуточного склада от ваших китайцев, вашего производителя. А это время, сколько дней доставляется от промежуточного склада до Amazon. Вот у нас есть дни. По каждому товару, ну, наверное, вот это отличается, а вот это примерно одинаково. Ну, разве что, может, габаритные какие-то, еще что-то. Ну, наверное, это одинаковые вещи у вас. Поэтому у нас есть такая штучка применить для всех. Выбрали и применили. Так вот, выставили эти дни. Дальше. Здесь мы видим остатки по складу. Здесь мы видим, на какую сумму эти остатки. Здесь мы видим расчетную скорость продаж. Что такое расчетная скорость продаж? То есть, наша система смотрит, что за последние три дня вы продали столько единиц. Значит, скорость продаж у вас в среднем 22,67. Да? В день. Делим 68 на 3. Потом, за 7 дней вы продали 171. За 30,850. И есть веса. То есть, на самом деле, нельзя просто взять за последние три дня. Может, это были праздники. Да? Нужно обязательно скорректировать. Понятно, что тренд последних дней нужно учесть больше всего. Поэтому вес этой штуки больше. Но эти веса вы можете менять, если с нами не согласны. В общем, так или иначе, таким вот сложным способом мы включаем взвешенную скорость продаж. Что такое скорость продаж? Это в среднем сколько у вас товаров продается в день. А дальше математика проста. Вот у вас количество на складе, вот сколько в среднем в день. Очевидно, делим количество на среднее количество в день, получаем, на какое количество дней у вас хватает товара, остаток на складе в днях. Вот так написано. То есть, у вас на 41 день хватает. Смотрим. Если мы понимаем, что на 41 день хватает, а едет у вас с препсклада 5-10, то есть у вас достаточно времени, рано еще завозить на Amazon склад, потому что время еще есть. А если у вас вот 0, здесь пора, еще где-то пора, то есть он вам будет загораться. Причем вам не надо заходить на страницу склад, у вас будет срабатывать оповещение, где по каждому товару будет писать, что вот такой-то товар, не хватает остатков и нужно заказать. Причем вот эта колоночка говорит о том, что не хватает остатка на, может не хватить остатка на Amazon, причем когда у вас срабатывает скоро, желтое, это говорит о том, что ребята, вы еще можете успеть. То есть как только у вас отработало скоро, это означает, что у вас еще есть запас, не помню, по-моему, 3 дня или 7 мы сделали, и вы еще можете отправить. Но как только у вас горит «да», это значит, что вы пропустили этот момент. Чтобы вы его не пропустили, он здесь собирается в оповещение. Это оповещение, что пора довозить на препсклад. Далее, он считает резервы, он считает, сколько едет уже сейчас в FBA, дальше он считает, вот это поле надо заполнять, а именно, сколько у вас заказано товара для поставщика. И с учетом всех этих параметров он вам определяет, нужно ли вам заказывать у поставщика товары, с учетом вашего остатка на препскладе. Вот, немножечко сумбурно, но если есть вопрос, уточните. Михаил, шипменты в работе показывает? Вот, который я еще не нажал, не отгрузил, не нажал кнопку марка «Shift» и так далее. Так, 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 сейчас надо сообразить. По-моему, я проверял, по-моему, показывает. Я помню, что был такой вопрос, но лучше кинуть это на суппорт, потому что я с программистом еще уточнил. Потому что там по разным состояниям, в общем, давно делали, уже полгода назад, я сейчас не вспомню, к сожалению. Поэтому, если вас волнует этот вопрос, скиньте на суппорт, и мы вам ответим точно, с точностью до максимального. Так, учитывайте, Роман спрашивает, учитывая тот факт, что персональные данные хранятся на вашем сервере, как насчет безопасности и приватности? Роман, замечательный вопрос, очень хорошо, что вы спросили. Если в какой-то стране в мире есть очень педантично настроенные и жестко в плане законодательства люди, то это Германия. Таких, не побоюсь этого слова, повернутых на безопасности, как немцы, на безопасности данных, наверное, нет ни в какой стране. Вот, вплоть до того, что у вас у всех, если кто-то из вас торгует в Германии, вы, наверное, знаете, что использовать там, значит, автореспондер нельзя. Нельзя, вы нарушаете закон. Это, если вы отправляете человеку e-mail, не важно, что он у вас купил и так далее, если он вас не попросил, не спросил об этом, или это что-то неважное, то это будет спам, и вы будете отвечать по закону. Да, наша компания, с которой вы заключаете договор подписывая privacy policy, проходя регистрацию, находится в Германии. Соответственно, вашей безопасностью занимаются немецкие власти, это первое. А безопасностью с точки зрения хранения данных занимаются немецкие хвости. Вот, собственно говоря, ну, там, говорить о нашей порядочности, это, наверное, бесполезно, вот, потому что вы меня не знаете, поэтому... Ну, может быть, надо сказать, что я в бизнесе очень давно, и кроме этой компании, у меня еще несколько других компаний, мне 36 лет, там, я владелец и совладелец нескольких других компаний, и вы можете найти обо мне информацию в интернете, Мухин Михаил, компания Мета, и можете посмотреть мои выступления, значит, на бизнес-тематики различные, посмотреть на мой фейсбук-аккаунт, добавляйтесь в друзья, я вас добавлю. То есть, я очень прозрачен и открыт, что, собственно говоря, тоже, я надеюсь, рождает определенное доверие. Так, сколько стоит программа? Если я правильно читаю iSulu, значит, если вы зайдете на наш сайт, то вы сможете получить эту информацию вот здесь, вот в этом разделе, но в двух словах. Значит, вы платите 19 долларов в месяц, если у вас до 3000 заказов. Надо обозначить момент, если у вас мультиаккаунтинг, то есть у вас, например, 2-3 аккаунта и больше, да, то вы все равно платите 900 долларов, но количество заказов считается как сумма заказов по вашим аккаунтам, находящимся в мультиаккаунте. Так вот, если их больше 3000, вы уже платите 29, а если их больше 6000, это означает, что вы очень много зарабатываете, будьте добры, заплатите 99. Пока что, если вы посчитаете все, пока что, ну, клиентов, которые бы платили 99, можно пересчитать по пальцам. Не скажу, скольких рук, но их немного. Это говорит о том, что мы, в общем, надо еще отметить, раз мы говорим о ценах, это наше УТП, то есть, если вы посмотрите у фетчера, у него переход к следующему пакету идет, по-моему, 2500, да, у нас 3000, то есть чуть-чуть дешевле. Дальше у них здесь... 6000 заказов в месяц? Да, у них 5000, и у них 39 стоит, а у нас 29. На самом деле, на данный момент, мы самые полные на русском языке и дешевле всех. Вот, ну, то есть, как нам кажется, просто убойный, убойное предложение. Движемся дальше. А, вот еще вопрос, еще вопрос. Все мы должны знать наше преимущество перед конкурентом. Какие ваши... Вы прям, Сергей, параллельно с моими преимуществами перед той же коровой. Значит, смотрите, если мы сравниваем, существует два, наверное, две категории софта для Amazon-продавцов. Я хочу, чтобы вы, ну, по нашему мнению, с моим партнером, да, первое, это отвертки, а второе, это тулбоксы. Значит, смотрите, отвертка, это такая штука, которой вы делаете одну вещь, да, то есть вы ей откручиваете. Но она с миллионом насадок, с подсветкой, с фонарей, ну, в общем, она откручивает лучше всех вообще в мире отверток, да. А есть тулбокс, такой ящик с инструментами. Там и отвертка, там и пила, ну, отвертка так себе, в общем, нормально, откручивает, ну, не все насадки есть, там пила такая средненькая. Вот Cash Cow Pro, если вы про корову, да, то они тулбокс. Если вы посмотрите и проведете сравнение нашей отвертки и их отвертки, которые находятся в их тулбоксе, потому что у них набор инструментов, то вы поймете, что там те же возвраты и те же графики и возможность их настройки и многие другие специфические вещи, там, себестоимость, там, по периодам, там. Ну, тут я боюсь ошибиться, но, тем не менее, вы поймете, то наш интерфейс, а также функциональность конкретно отвертки намного шире и, главное, намного точнее, да. Но мы хотим за этот год сделать так, чтобы мы были тулбоксом из самых крутых отверток. Вот такая цель. На данный момент, если мне не изменяет память, Cash Cow Pro стоит минимум 50 долларов, да, поэтому я не ошибаюсь, Денис, по-моему, 50 долларов. Там реферал какая-то бешеная есть, что-то я помню. Не помню, у меня есть рефералка даже на Cash Cow Pro, по-моему, процент 20, ну, не знаю. Смысл один. И так слишком много внимания мы уделяем. Так вот, друзья, 19 и 50, по-моему, как бы тут должно быть все понятно. Для того, чтобы точно считать прибыль и мониторить склад, ну, можно заплатить дополнительно 19. Плюс он на английском. А? На английском плюс, в любом случае. Да, плюс он переведен на русский язык, да, что тоже достаточно удобно, особенно если мы говорим о, там, объяснении различных параметров. Но еще раз говорю, если вам интересно, Сергей, я могу отдельно сделать сессию и провести сравнение нашей отвертки и любой отвертки, типа Fetcher и прочее, по всем параметрам. И просто, чтобы объяснить, нужно уходить в большие детали. Те же возвраты, ну, многое, о чем я сегодня говорил, реализованы у других, мало сказать не точно. Да, я вот недавно делал сравнение, мне один пользователь, мой друг, приятель, скажем так, пользуется Manage by Start. Да, вот, и он говорит, вот, у меня там все хорошо, только цифры в два раза больше, чем твои, в два раза меньше, чем твои. Вот, у тебя неправильно считают. Сели мы с ним крыжить, бухгалтеры называют это крыжить, крыжить это сверять каждую цифру. И не обнаружили мы, что у него Manage by Start показывает заказы в прибыль, в состоянии, которое учитывать не нужно. Не выяснили мы, что возврат у него считается неправильно. Ну, в общем, много чего, но это нужно уходить в такие большие детали. Если вам нужен примерный учет, так зачем вам программа? Встановите себе Excel. Вот, следующий вопрос. Я надеюсь, Сергей, я вам ответил. Если нет, пишите в личку, я вам лично еще больше расскажу. Ну, и надо, можно сказать, одно, там, два месяца есть, два месяца, это, я не знаю, ни одной программы, которая дает бесплатный период такой, чтобы сравнить тот же Cash Call Pro или другие программы в виде... Да, пожалуйста. Проблем-то нет, да, забили, проверили цифры, сверились, и сразу сами поймете все моменты. И задать вопросы можно будет, что мы будем по программе, по стандартам по программе проводим видосы, чаще всего или по серьезным обновлениям, или раз в месяц примерно. Илья пишет, так вы же стремитесь к Toolbox. Правильно, на данный момент мы конкурируем с ними по отвертке. То есть, покупаете вы такой Toolbox и понимаете, Илья, что отвертка не отворачивает. Да, она у вас есть в комплекте, но она не отворачивает все шурупы, которые вам надо. И вы готовы заплатить 19 долларов, чтобы отворачивать удобно все и точно, понимаете? Вот. А то, что мы стремимся, мы стремимся, но мы не хотим идти по пути Cash Call Pro. Путь Cash Call Pro это сделать Toolbox быстренько из левеньких отверток. Мы так не хотим. Мы движемся медленнее, да, чем они, но зато добавляем каждую новую отвертку, хорошо проработанную, чтобы наш Toolbox состоял только из самых первоклассных отверток. Вот Илья также пишет, что с рефандами у него был долгий головняк с фетчер. Вот уже третий человек подтверждает, что на самом деле возврат это тема такая достаточно глубокая. Для дорогих товаров. Просто у него дорогие товары. Для дорогих товаров это очень актуально. Ну, я считаю, что, ну, я педант, я считаю, что вообще вся копейка должна считаться, но если у вас дорогие товары, то это соизмеримо на самом деле с потерей там бизнеса и убытки. Это само собой. Окей. Егор там еще спрашивает последний вопрос, посмотри. Не вижу. А, уже частично изучил инфу, подтянул. Впечатление исключительно положительное. Но пока склад не подтянулся, он сам подтянется позже, знак вопроса. Да, 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 конечно, он подтянется позже, не волнуйтесь, все у вас будет работать. Поехали. Если, да, 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 да. Почему-то у меня ошибка загрузки в комментариях, ну, и фиксим. Так, идемте тогда дальше. Дальше мы заходим в меню, собственно, экспорта, о котором мы сегодня уже говорили. И вы можете выгрузить. Вы можете выгрузить дешборд по дням. Это будут итоговые цифры по дням. То есть у вас будет колоночка, которая будет называться дата. И еще колонки со всеми-всеми параметры, которые есть в дешборде, итоговые, да. Также вы можете выгрузить дешборд по месяцам. Вы можете выгрузить дешборд по товарам и дням. То есть в каждый день по каждому товару. Кто работает со сводными таблицами в Excel или, не дай бог, с макросами, поймет, что вот этой штуки более чем достаточно для того, чтобы накрутить себе какие угодно отчеты и аналитику, если вам это нужно. Но, если честно, там основные дешборд дает, даже вот такими вещами заниматься не надо. Там раз в месяц можно что-то поискать, там поизучать какие-нибудь тонкости для особо увлекающихся. Дальше. Выгрузка клиентов по заказам. Очень важная информация. И выгрузить клиентов для индивидуальной аудитории на Facebook. Мы об этом тоже говорили. Там у вас есть возможность. К сожалению, там не все клиенты, естественно, заполняют свои имейлы. Не все клиенты, которые заполнили свои имейлы в Амазоне указывают там личные имейлы. Но, тем не менее, или там имейлы, совпадающие с имейлом на Facebook. Но там если вы выгрузите тысяч десять ваших клиентов за весь период вашей деятельности, пожалуйста, выбирайте. То у вас будет возможность создать в Facebook Custom Audience. То есть, кто не знает, в Facebook есть возможность создавать специальную аудиторию, если у вас есть некий список имейлов из Excel. И дальше вы можете настраивать рекламу и делать до продажи. Ну, эта штука работает уже специфично для каждого вида деятельности, для каждого продукта. Не для всех продуктов, конечно, это работает. Но вот Денис, наверное, больше расскажет о том, когда это может использоваться уже с точки зрения такого опытного продавца. Ну, здесь в любом случае, каждому свое, потому что видишь, тут люди разные из-за этого. Я считаю, вот как я вначале сказал, эта программа нужна тем, у кого есть более-менее какие-то продажи, меняемые десятками штук в день и хотя бы два товара. То есть, больше двух товаров с продажами. Эти уже программы уже нужны. Анализируем и PPC, анализируем и продажи по отдельности, что мы конкретно сегодня продали. То есть, это очень полезный инструмент однозначно. Два месяца, за два месяца, я не знаю, все поймете, все разберете и так далее. У тех, у кого один товар, необходимости в этой программе нет. Ну, если вы, конечно, не педанты и считаете там каждую циферку, там каждую копейку. Вот. Если у вас несколько товаров на продаж тоже нет, естественно, тоже это не для вас. Всем остальным, я считаю, это очень-очень нужный, очень полезный инструмент. Помогли, Дениса, если у вас несколько товаров и продаж нет, установите себе бесплатную версию, да. Может, вы поймете лучше, почему их нет, да, и они у вас появятся. Но если у вас нет продаж, даже после того, как вы продажете, потому что на программе все ваши цифры, то, возможно, проблема будет. Вот. Но аналитика помогает принимать правильные управленческие решения, друзья. Все правильно. И главное, быстро. То есть, это когда наглядно, ты посмотрел, все, ты день свой отработал. Я утром сажусь каждый раз за компьютер, то есть там час-два я убиваю, по воскресеньям я убиваю побольше времени, там, PPC еще проверяют. То есть, когда график уже распланирован, когда ты выстраиваешь определенные вещи, инструменты, они нам что, они нам экономят время, в первую очередь. Абсолютно верно. Когда мне некоторые люди пишут, что, а зачем мне это надо? У меня есть Excel. Очень простую штуку привожу, пример. Чтобы в Excel посчитать, нужно зайти в Amazon, в Seller Account, выгрузить. Потом нужно поменять, если у вас поменялась цена за какой-то период, да, причем цена могла меняться у вас, если вы ее поменяли по середине дня и по середине дня могла меняться, да, у вас могла меняться за какой-то период себестоимость, то, что мы здесь вам показывали по периоду. А если у вас менялась и себестоимость, и цена, да, то в эти игры с сводными таблицами, наверное, не стоят 19 долларов в месяц. По-моему, ваше время стоит гораздо дороже. Это раз, а во-вторых, пока вы все это выгружаете и сводите, да. Похоронить тебя можно в Excel. Можно себя похоронить, а можно еще свой аккаунт похоронить. Потому что пока вы это сделаете, вы не отреагируете в ситуацию, там, ваш конкурент сбросил цену, у вас упали продажи. Ну, не знаю, на это, наверное, вы отреагируете, но тем не менее. То есть вы должны быстро реагировать на ситуацию раз, и вы должны понимать ситуацию оперативно. У нас программа обновляет данные каждые 15 минут. Вы можете себе представить, чтобы вы в Excel имели актуальную информацию каждые 15 минут? Сомневаюсь. Все, я говорю, все от объемов зависит. То есть ты растешь на определенных уровнях, у тебя новые программы, новые возможности, новые потребности. И вот это как раз программа закрывает определенные потребности продавцов, которые уже делают продажи. Не те, которые запускают товар, не те, которые выбирают. Я бы ставил даже с одним товаром. Я бы ставил даже с одним товаром. Для того, чтобы на этом товаре лучше и больше зарабатывать. Тем более, что наша программа содержит инвентарь и менеджмент. Поэтому, если там прибыль вы даже не будете считать, потому что там, в принципе, по одному товару это очень просто делается, да, то инвентарь и менеджмент очень важен. Ни в коем случае не выйти в out of stock, тем более с вашим единственным товаром. Не дай бог, что вы потом будете делать. Опять будете бороться за топ-1 или куда вы там вылезли. Поэтому очень важно, инвентарь и менеджмент. Если у вас один товар, и вы там сейчас находитесь на стадии взлета, то через месяц появится рассылка. То есть вы еще будете даже на пробном периоде, когда появится рассылка. То есть я имею в виду автореспондера. Без автореспондера, без комментариев, вернее без отзывов, как все вы знаете, никуда абсолютно сейчас. Вот, дальше, через несколько месяцев появится Keyword Tracker. И даже если вы там занимаетесь продвижением совсем того, ну, соответственно. Поэтому, друзья, конечно же, как владелец этой и основатель программы, я буду говорить, что эта программа нужна всем. Вот, это естественно, я человек заинтересованный. Но я попытался свою заинтересованность обосновать. Да, логично, абсолютно. Но я сейчас говорю, свое мнение я при нем остаюсь. Ну, по прибыли я с тобой согласен. Один товар, по прибыли два товара уже надо. Да, два товара, то есть, да даже два товара надо не только по прибыли, а то, что просто смотреть, что ты сегодня продал. Ты продал 50 штук, у тебя два товара, а что точно? Бестселеранг изменился? Да у меня такой парадокс с этим бестселерангом. У меня вчера было 100 продаж, а бестселеранг стоит на месте, я не знаю, что с ним уже. На Амазоне стоит, не в каких-то программах. Я никак его пробить не могу, я не пойму, сколько мне еще демпинговать, чтобы всех убить. То есть, я стою на месте, вот прямо вот, и не понимаю, ну, 100 штук я уже продал. Ну, какие 3000 бестселеранг, ну, это вообще беспредел. А другой у меня товар, у него 2000 бестселеранг и продаж, там, я не знаю, там, 60 в этой же нише. Ну, это какой-то вот, то есть, там, у Амазона свои какие-то такие вот непонятные вещи для меня лично. То есть, есть, есть всякие моменты. Вот, из-за этого надо понимать, продажи, количество разделять. Потом уже, там, дальше, дальше, дальше. Ну, тогда, в принципе, я все рассказал. По поводу... Отлично, в час уложились, с вопросами, ответами. Достаточно оперативно. Последнее скажу, добавляйтесь ко мне в друзья, не стесняйтесь задавать вопросы. Там, я всегда отвечаю, может быть, там, не так оперативно на свой личный Facebook, как делает это наша служба поддержки на суппорт. Вот, но отвечаю я абсолютно всем, и вот, 45, я ко мне уже добавили в друзья, и я всех добавил в ответ. Все отлично. Добавляйтесь, буду рад дружить с вами, обмениваться данными. Желаю всех огромных продаж. Да, тогда у нас, значит, с тобой по планам крупные изменения. Ты мне мейкуешь. Ну, и так примерно раз в месяц, то есть, дальнейшее движение, куда двигается программа, что делается, что изменилось. И, ребят, больше будет, видишь, все равно. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется, ты не слышал никогда. Так что будем потихонечку пропагандировать. Правильную бухгалтерию и начинать все делать правильно, с самого начала. Сто процентов. Вот следующие, встретимся через месяц с рассылочкой и всем покажем, как она работает. Отлично. Все, всем удачи, всем пока, кто приходил. Спасибо, ребят. Надеемся, дали нормальную информацию. Все, до свидания. Спасибо.